Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Здравствуйте! С вами Наталья Гончарова и Елена Краева. Встречайте новый день с нами, и сегодня вы увидите много интересного. Итак, они спасают жизни. Андрей Иванов поздравил сотрудников Одинцовской подстанции скорой помощи с профессиональным праздником. В город воинской славы. Жителя Кубинки проводили велопутешествие из Звенигорода в Севастополь. Диктант Победы. Андрей Иванов принял участие в ежегодной акции «Единой России» в парке «Патриот». Сезонная аллергия. Врач-аллерголог-иммунолог Павел Бережанский рассказал о причинах и способах борьбы с недугом. Особенности ремесла. Ученики Одинцовской школы «Надежда» посетили мастер-класс по выращиванию вертикальных фитосадов в Покровском. Сегодня 2 мая. В этот день, в 1764 году, по приказу Екатерины II заложили первый в России официальный детский дом. Он назывался «Воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей». На протяжении полутора веков сироты воспитательного дома получали начальное школьное образование. Девочки приобретали профессии гувернанток и акушерок. Мальчиков обучали техническим ремеслам. Устроенные с этой целью классы в 1830 году образовали ремесленное учебное заведение. Именно от него ведет начало кузница российских инженерных кадров, знаменитая Бауманка. Чем еще интересен этот день, смотрите далее. 2 мая 1922 года в ЗАГСе Хамомнического района Москвы состоялось бракосочетание русского поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айсидоры Дункан. Новобрачные решили носить двойную фамилию – Дункан Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул «Теперь я Дункан». Вскоре молодожены уехали в Ленинград, где Дункан давала серию выступлений. Остановились они в лучшем номере Англитера. Их брак не продлился долго, всего более года, хотя и не был расторгнут официально. Через три года после свадьбы, 28 декабря 1925 года, Сергей Есенин покончил с собой в том же самом номере ленинградского отеля, в котором они впервые останавливались с Айсидорой. Также в этот день, в 1945 году, советские войска полностью овладели столицей Германии – Берлином. Бойцы Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группировки немецких войск и 2 мая 1945 года полностью овладели германской столицей. Сегодня отмечают День весенних акварелей, Всемирный день Тунца, а также Всемирный день борьбы с Астмой. 2 мая родилась Екатерина II. Она единственная из российских императриц, удостоилась титула Великой. Время ее правления называют «Золотым веком России», а ее политика получила название «Просвещенного абсолютизма». Также в числе сегодняшних именинников английский писатель, драматург Джером Клапко-Джером и советский и российский дирижер, народный артист России Валерий Гергеев. И к новостям округа. Сотрудников Одинцовской подстанции скорой помощи с профессиональным праздником поздравил глава округа Андрей Иванов. Эти люди всегда находятся на передовой, их труд сложно переоценить. Они несут особую миссию, ежедневно оказывая экстренную помощь всем тем, кто в ней нуждается, и спасают человеческие жизни. Я хочу выразить признательность за вашу самоотверженную службу и от всех нас, от жителей Одинцовского округа поблагодарить вас за то, что вы делаете каждый день. 28 апреля в России отмечают официальный праздник – День работников скорой медицинской помощи. Поздравить сотрудников Одинцовской подстанции вместе с местными активистами «Единой России» приехал глава муниципалитета Андрей Иванов. Вы часто сталкиваетесь с сложностями, с трудностями, с опасностью в том числе. И благодаря вашему опыту, знаниям, профессиональным навыкам вы всегда быстро принимаете верные решения в экстренных ситуациях. И для всех нас являетесь примером. На Одинцовской подстанции трудится более 200 человек. Врачи, реаниматологи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители – все вместе это сплоченный коллектив. Молодые специалисты перенимают опыт и знания у старшего поколения. Находясь на скорой и работая на скорой, всегда здесь другой дух. Потому что здесь идет и взаимовыручка, и взаимопонимание. И порой на вызове у пациента помогают все. Важны каждые руки. Круглосуточно, без перерывов и выходных, сотрудники скорой помощи спешат к пациентам. Нет времени на промедление. Задачи могут быть абсолютно разные. Кому-то требуется консультация, для кого-то – своевременный приезд бригады, вопрос жизни и смерти. Фельдшер Рашид Альбеков работает в отделении 11 лет. За это время сделал немало. Оказание психологической поддержки, экстренной помощи, принимал роды в машине и многое другое. Работаешь сутки, не знаешь, что предстоит на следующем вызове. То есть, бывает, сутки пролетают незаметно, но бывают и тяжелые вызовы. Они не считают свой труд чем-то особенным. 10-20 вызовов в смену – вполне посильная нагрузка. Ими движет желание помогать. Самое главное качество – это любить пациентов, любить свою профессию. Если есть любовь, значит, будет все. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». И к новостям региона. Более 30 тысяч льготников Подмосковья в этом году смогут воспользоваться бесплатными путевками в санатории, расположенные на курортах Крыма, Краснодарского края и Кавказских минеральных вод, а также средней полосы России. Инвалидам, пенсионерам и ветеранам труда путевки предоставляют по медицинским показаниям. Процесс получения полностью автоматизирован. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг. А получить путевку в офисе МФЦ. Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней. И зависит от заболевания и назначения врача. Другие новости региона смотрите прямо сейчас. В Подмосковье завершилось голосование на портале Добродел по выбору общественных территорий, где требуется строительство систем наружного освещения в 2024-2027 годах. В нем приняли участие свыше 35 тысяч жителей. Всего на голосование было вынесено 1333 места в 46 городских округах. В Подмосковье провели совещание по итогам осенне-зимнего периода 2022-2023 года. Так, подача тепла на объекты социальной сферы в прошлом году была произведена 12 сентября. А 30 сентября теплом обеспечили 100% многоквартирных домов и социальных учреждений. На протяжении всего периода технологические нарушения устранялись максимально оперативно. В 2023 году запланировано 4000 мероприятий, в результате которых качественным теплоснабжением будут обеспечены 3 миллиона жителей области. Подготовка объектов к новому отопительному сезону должна быть завершена до 15 сентября 2023 года. В Подмосковье открылась экспозиция первого в России музея материнства и младенчества. Он создан фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисоветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке Министерства культуры России, правительства Московской области и благотворителей. Выставка насчитывает более 400 экспонатов. Это подлинные документы, фотографии и артефакты. В залах созданы предметные инсталляции. Также экспозиция дополнена современным мультимедийным контентом и тематическими QR-кодами. Что еще интересного происходит в округе? Диктант Победы – ежегодная всероссийская историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Организатор мероприятия – партия «Единая Россия». В этом году его написали более 70 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поддержал акцию, которая прошла в парке «Патриот». Запрещается разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. В случае нарушения правил ваш результат выполнения диктанта Победы будет аннулирован. Четкий подробный инструктаж перед выполнением задания, удобная рассадка и запрет на использование гаджетов. В партизанской деревне парка «Патриот» прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Глава Одинцовского округа Андрей Иванов, активисты местного отделения «Единой России», ветераны Великой Отечественной войны и юно-армейцы приняли участие в патриотическом мероприятии. История Великой Отечественной войны, она, наверное, бескрайняя. Там миллион, может быть, вопросов и герои Великой Отечественной войны, и исторические места, и бои. Для большинства мероприятие стало традиционным, но среди участников оказались и те, кто пришел впервые. За 45 минут было предложено ответить на 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны. Мне понравилось, это было очень необычно, интересно, в формате ВПР, можно сказать. Были интересные задания, о чем-то я узнала впервые. После написания диктанта победы всем выдали сертификат об участии. Кроме того, для всех желающих провели увлекательную экскурсию по комплексу «Партизанская деревня». Историю своей страны, историю своего государства должен знать каждый гражданин, а тем более историю такого знака для нас события, важного события, как Великая Отечественная война. Впервые диктант победы провели в 2019 году. Акция нашла широкий отклик в 24 государствах. Тогда в нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. После этого было принято решение о его ежегодном проведении. В этот раз проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны смогли более полутора миллионов человек по всему миру. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Житель Кубинки Юрий Матвиенко регулярно путешествует по России на велосипеде. В этот раз его выбор пал на город воинской славы Севастополь. В экспедицию его проводили участники велопробега, приуроченного к празднованию Великой Победы. С места событий Полина Бахова. Это велотуризм и не спорт. Говорит про свое увлечение Юрий Матвиенко. Уже много лет он путешествует на велосипеде по разным городам России. Причем выбирает их не из любопытства. Посещает города и мемориалы воинской славы. В этот раз планирует увидеть Керчь и Севастополь. В этот раз потому что город-герой Керчь и город-герой Севастополь – это два города-героев, где я еще не был. В остальных городах-героев я уже был. Это Брестская крепость, Тула, Смоленск, Волгоград. В 21-м году был Новороссийск, а в 22-м году был Мурманск. Чтобы преодолеть путь в 2200 километров требуется хорошая подготовка, регулярные физические нагрузки, правильное питание. Практически я катаюсь круглый год. Я из Кубинки в город Звенигород до работы езжу каждый день на велосипеде. В будний день – это 35 километров в одну сторону. То есть в день у меня получается 70. Ну, конечно, когда плохая погода, ливень, я немножко сачкую, езжу на автобусе. Ну, а в остальные дни практически каждый день, в рабочий день еду на велосипеде. С собой лишь самое важное – в пяти сумках, крупы, набор инструментов, предметы первой необходимости. Поддержать его и пожелать удачи в поездке пришли местные жители, коллеги, велосипедисты из клуба любителей путешественников. Такие люди, которые, вот как Юра, нас просто вдохновляют на эти подвиги самих. Мы берем таких ребят пример. Конихова были в прошлом году в деревне, с ним общались. Юра – это наши маяки, которые не дают покоя нашей душе. И мы находим в себе новые маршруты, их очень много вокруг Звенигорода. Причем вдохновляет Юрия не только на спорт. Такие поездки в преддверии 9 мая дают возможность вновь вспомнить, какой ценой далась нам победа. Это праздничная, патриотичная акция, которых должно быть в наше время безусловно много. Для того, чтобы мы помнили, какими силами, сколькими жизнями наших сограждан досталась нам Великая Победа в 1945 году. 8 мая спортсмен планирует добраться до финальной точки города-героя Севастополя. И День Победы встретить на Крымском побережье. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». А теперь о новостях Москвы. В Москве скоро появятся новые общественные пространства. Воплотят их с учетом идей и пожеланий горожан. Так, на месте заросшего оврага около станции МЦК «Хорошева» появится зона отдыха у реки. С лавочками и спортивными турниками. О других новостях Москвы смотрите прямо сейчас. Московский метрополитен готовят к летнему сезону. Рабочие моют вестибюли, фасады, турникеты и эскалаторы. Сейчас на станциях снимают вторые двери, а тоннельную вентиляцию уже перевели на летний режим. В вагонах скоро заработают кондиционеры. В Москве упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Раньше для установки такой станции на участке, который принадлежит городу, нужно было участвовать в специальных торгах. Теперь арендаторы земли могут обратиться в межведомственную комиссию и заключить дополнительное соглашение с департаментом городского имущества. Упрощенные процедурой теперь могут воспользоваться торгово-развлекательные комплексы, коммерческие паркинги, офисные центры, АЗС и другие организации. В Москве скоро откроют спортивно-тренировочный комплекс «Динамо». Трехэтажное здание площадью около 30 тысяч квадратных метров станет частью спортивного кластера. В комплексе предусмотрена ледовая арена с площадкой по стандартам Национальной хоккейной лиги. Здесь есть зал сухой разминки для хоккеистов, а для фигуристов – зал хореографии. Также в «Динамо» появится универсальный спортивный зал для волейбола, баскетбола и гонбола. В нем смонтировали разделительные занавесы, чтобы можно было проводить несколько соревнований или тренировок одновременно. Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Особенности ремесла. Ученики Одинцовской школы «Надежда» посетили мастер-класс по выращиванию вертикальных фитосадов в Покровском. Сезонная аллергия. Врач-аллерголог-иммунолог Павел Бережанский рассказал о причинах и способах борьбы с недугом. Лето в Подмосковье. Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева стартовал 1 мая. И о новостях округа. Ученики Одинцовской школы «Надежда» посетили мастер-класс по выращиванию вертикальных фитосадов в селе Покровское. Ребята узнали об особенностях ремесла и увидели разнообразие работ в теплице. С работой фермера познакомилась Екатерина Крамер. И мы с вами сейчас будем черенковать. И каждый из вас свои укурененные черенки везет с собой домой. Как правильно черенковать петунью и помидоры, а также создавать разные цветочные композиции. Об этом ребята из школы «Надежда» для учащихся с ограниченными возможностями здоровья узнали на мастер-классе в рамках проекта главы муниципалитета Андрея Иванова «Зеленая школа». Я пригласила сегодня детей из школы «Надежды» в свою большую теплицу. Здесь комфортное такое большое помещение. Можно много что посмотреть. Семиклассники и восьмиклассники приехали к фермеру в село Покровское, чтобы ознакомиться с разными видами садоводческих работ. В этом им помогла хозяйка теплицы Любовь Погонщикова. Цветоводство для нее стало делом всей жизни. И она с удовольствием делится тонкостями производства с участниками мастер-класса. И самое главное, что это можно начать и работать даже любым детям на своих небольших приусадебных участках. Потому что я же тоже начинала с маленьких объемов, с маленьких теплиц. И это уже стало таким основным занятием, моим занятием, занятием моего мужа, занятием уже некоторых моих детей. Подобные мероприятия помогают школьникам узнать о разных профессиях, таких как мастер садового хозяйства, флорист или ландшафтный дизайнер. А также определиться с будущей профессиональной деятельностью. Я надеюсь, что в дальнейшем они обязательно найдут свое место в жизни. И я очень надеюсь и рассчитываю, что вот таких поездок будет больше. И я смогу как можно больше дать детям информации о том, чтобы они нашли свое место в жизни. Проект «Зеленая школа» успешно реализуется в Надежде с февраля этого года. В учебном учреждении оборудован стенд, где собраны различные растения. Кроме того, настроено необходимое освещение и налажена система капельного полива. Уже в этом году ученики двух выпускных классов будут защищать свои работы по теме выращивания вертикальных фитосадов. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». А вот весеннее цветение и благоухание доставляет радость далеко не всем. С каждым годом количество людей, страдающих так называемым полинозом или сезонной аллергией, стремительно увеличивается. Особенно неблагоприятная среда для них, как оказалось, именно западный округ Подмосковья. Это доказал в своих исследованиях врач-аллерголог-иммунолог Павел Бережанский. О своей работе, причинах аллергии и способах борьбы с ней он рассказал нашему корреспонденту Полине Баховой. Не дышит нос, чешутся глаза, свербит в горле, сушит во рту. Именно такие чувства испытывают люди, страдающие сезонной аллергией. С каждым годом она нарушает покой и буквально не дает жить привычной жизнью все большему количеству людей. Количество аллергиков за последние, не знаю, 10 лет увеличилось, наверное, процентов на 12. И если мы возьмем, например, 90-е годы, у нас было, если бы по детям, наверное, около 4% аллергиков. А возьмем сейчас, у нас примерно 22-23% детей имеют ту или иную респираторную аллергию. И по прогнозам ВОЗ в 2030 году во всем мире будет около 28% населения, которые будут иметь ту или иную аллергию респираторного тракта. Бронхиальная астма, поленоз, аллергический ренит. В течение пяти лет Павел Бережанский проводил исследование и пришел к выводу, что именно в западном округе Подмосковья она переносится хуже всего. Причина – большое количество лиственных деревьев. В начале 20-го века сосновые деревья как раз в западной части Московской области очень много вырубали и засаживали быстрорастущими деревьями, чтобы немножко обновить. И как раз эти самые быстрорастущие деревья сейчас реализуют нам аллергии, то, что мы видим. Самое опасное дерево для аллергиков – береза. А толчком для возникновения недуга чаще всего становится стресс. Количество людей, которые проживают в городе, которые постоянно находятся на работе, постоянно испытывают стресс, у них гораздо чаще, в два или в три раза развиваются какие-то проявления аллергии. Даже если их не было в подростковом возрасте. Поэтому главный совет врача – берегите нервы. Здоровый образ жизни, правильный сон, спорт, питание также позволят избежать любых аллергий. В питании такие продукты, которые сами по себе содержат гистамин. Вот ту самую часть, которая вызывает все клинические проявления. Это у нас все квашеное, все консервированное, это все соленья и все копчености. Ну, опять же, шоколад, мед в период цветения мы убираем и орехи. Эти продукты содержат гистамин. У нас аллергия получается из-за чего? У нас в организм попадает, например, пыльца березы. Она встречается с нашей тучной клеткой. Тучная клетка, она такая самая большая, она взрывается и выделяет кучу гистамина. Эффективнее всего на период цветения сократить контакт с аллергеном. В доме чаще делать влажную уборку, не открывать окна, поддерживать температуру воздуха не выше 20 градусов. Ну, а если в период цветения нет возможности оставаться дома, врачи рекомендуют почаще мыть руки, промывать нос и горло, больше пить жидкости и на улицу выходить только в очках и в маске. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. А теперь к новостям России. На Алтае растет популяция снежного барса. Это результат работы национального проекта «Экология». В России сегодня проживают уже около 90 особей снежного барса, а в республике Алтай порядка 50. С другими новостями России познакомимся прямо сейчас. Учебных часов по русскому языку и литературе в школах России станет больше. Сейчас русский язык учат на всех уровнях образования, в том числе в старших классах. В федеральной рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов теперь предусмотрено 2 часа в неделю. Служба исследований крупнейшей российской платформы по поиску работы и сотрудников представила рейтинг лучших российских высших учебных заведений. В топ вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов, вошли в частности Высшая школа экономики, МГУ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Казанский и Приволжский федеральный университет, Томский госуниверситет, Российский экономический университет имени Плеханова. В Красную книгу Приморского края внесены 59 новых животных. При этом из перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения вывели 96 зверей. Еще у 53 поменяли категорию статуса редкости. После корректировки в Красной книге Приморья находится 246 биологических видов. Возвращаемся к новостям округа. 1 мая стартовал проект губернатора Московской области «Лето в Подмосковье». На еженедельном совещании главы округа Андрея Иванова обсудили подготовку к сезону. Жители и гостей муниципалитета ждут масштабные музыкальные, культурные, спортивные и гастрономические программы. С мая по сентябрь в парках запланировано более 200 мероприятий с охватом более 300 тысяч человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о подготовке к новому сезону проекта «Лето в Подмосковье». Ежегодно правительство региона организует серию мероприятий, на которых жители и гостей области ждут разнообразные культурные и спортивные активности на свежем воздухе. Мы традиционно готовим насыщенную и интересную программу мероприятий, которая затронет каждый город Подмосковья. Это крупные музыкальные, театральные и гастрономические фестивали, которые стали визитными карточками территории и всего региона. При их подготовке Минкультура и туризма берет большой пласт задач на себя, но от гостеприимства глав тоже многое зависит. В Одинцовском округе множество качественных уличных площадок и парков с развитой инфраструктурой. Теперь главная задача – наполнить афиши интересными мероприятиями, чтобы отдых по душе могли найти люди разных возрастов и предпочтений. Этот сезон у нас будет насыщенным на различные интересные события. В частности, 1 мая пройдет масштабный танцевальный фестиваль «Город танцует в парках» с участием звезд. А 7 мая музыкальный фестиваль «На одной волне». В округе этим летом для отдыха будет доступно 11 парков, 3 пляжа, 12 зон для барбекю, 7 мест для рыбалки, 18 открытых террас и 1 глэмпинг – новый популярный вид экотуризма. Небольшие глэмпинговые конструкции очень большой популярностью пользуются среди тех туристов, которые привыкли к отдыху на открытом воздухе, что называется, на земле. Обычно этот турист ассоциировался у нас с палаткой и походным антуражем, но теперь мы предоставляем нашим туристам комфортный отдых, также близко к воде и на земле, но с более комфортными условиями. Во всех парках округа 1 мая стартует официальное открытие летнего сезона. На Лазутинке в период с мая по сентябрь запланировано более 100 мероприятий с охватом свыше 160 тысяч человек. В дирекции парков Одинцовского городского округа также запланировано более 100 культурных и спортивных событий. В парке Малевича 9 мая пройдет победный забег. 27 мая в парке Раздойля мы ждем всех на фольклорном фестивале «Беседа». Во всех парках в рамках областного проекта 3 июня состоится программа «Город профессий». 12 августа парк Малевича ждет на день физкультурника. И в парке Раздойля будет целый цикл мероприятий. В этом году ожидают увеличение туристического потока на 22%. Если в прошлом гостей округа было около миллиона 800 человек, в этом планируется свыше двух миллионов. Также глава округа отметил, что при формировании плана мероприятий следует уделить внимание будням, чтобы в сезон отпусков и каникул у отдыхающих было больше возможностей активно и интересно проводить время. Чтобы те сцены, которые мы построили в наших парках, они не пустованы. Чтобы там проводились постоянные мероприятия, чтобы собирались любители музыки, шахматы, чтения. Все, жизнь мы поддерживали в парках и не только в выходные, но и в будни. Обо всех событиях любой желающий заранее может узнать на информационных интернет-ресурсах Одинцовского округа. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. А теперь к мировым новостям. Астероид размером около 300 метров в диаметре сблизился с Землей почти на 2,5 миллиона километров. За 21 век это максимальное значение. По прогнозам ученых, такое явление повторится только в апреле 2081 года. Им удалось сделать снимки с помощью телескопа. О других новостях мира смотрите прямо сейчас. Международная группа ученых описала способы выращивания растений на Луне. По их словам, поверхность спутника Земли покрыта реголитом. Он не пригоден для выращивания растений. А отправка Земли и удобрения на Луну будут стоить очень дорого. Исследователи нашли альтернативные методы – использовать субстрат на основе целлюлозы. Ученые исследовательского центра обнаружили самую глубокую голубую дыру на территории Мексики. Это естественная карстовая воронка. Она ниже уровня моря и заполнена водой. Глубина ее более 270 метров. Глубже только драконья дыра неподалеку от Поросельских островов в Южно-Китайском море. Около 300 метров глубиной. Итальянские компании не собираются уходить из России. На сегодня только две из них продали свой бизнес. Как считают компании, Россия – это большой рынок с геополитическим и геоэкономическим значением. Сейчас в нашей стране работают более сотни итальянских предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 13-15 градусов тепла. Ночью около плюс 8. Ветер переменных направлением 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное – 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 40%. Геомагнитное поле – спокойное. А теперь узнаем, что советуют нам звезды. Не откладывайте надолго реализацию идей, которые появляются у вас сегодня. Чем раньше вы начнете действовать, тем проще будет добиться результата. А еще день обещает интересные знакомства и приятные встречи. Рубрика «Гороскоп» далее. Овны. Хотя день будет складываться довольно удачно, рассчитывать на легкие победы не стоит. Вы многого добьетесь, но для этого нужно потрудиться. Тельцы. Постарайтесь избегать споров. И лучше сосредоточиться на делах, с которыми вы можете справиться самостоятельно. Близнецы. Наслаждайтесь каждым моментом жизни и позвольте себе немного отдохнуть от работы. Раки. Не переутомляйтесь. Если есть возможность, посвятите весь день легким и приятным занятиям. Львы. Отдайте предпочтение делам, которые могут принести пользу не только вам, но и окружающим. Трудности не исключены, но они точно вас не напугают. Девы. Вряд ли день обойдется без сюрпризов. Вероятные и неожиданные события и известия, из-за которых придется изменить планы. Весы. Посвятите день тому, что вам нравится. Почитайте книгу или присмотрите любимые фильмы. Остальные дела подождут. Скорпионы. Сегодня обязательно посвятите время близким. Возможно, именно они ждут поддержки от вас. Стрельцы. Сегодня время для креатива. И поверьте, момент разрешения вашей старой проблемы не за горами. Козероги. Любая история успеха складывается из маленьких шагов вперед. Задумайтесь об этом сегодня. Водолеи. Возможно, вам придется столкнуться с правдой, к которой вы были не готовы. Но не забывайте, хорош любой урок. Рыбы. Для вас это день приятных встреч и интересных разговоров. Будет возможность пообщаться с людьми, о которых вы раньше слышали много хорошего. На этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам прекрасного дня, отличного настроения. И помните, мы сами творцы своего счастья. Всего вам самого доброго, удачной рабочей недели и, конечно же, сегодняшнего хорошего дня. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин